В Кутузовском завершился прием граждан в рамках выездной администрации. В последний день работы глава ХИМОК Дмитрий Волошин вместе с депутатом Государственной Думы Ириной Родниной провели обход территории. Первая точка – местный многофункциональный центр. Здание открыли в январе этого года. Услуги здесь получают около двух тысяч жителей в месяц. Мы очень рады, что здесь открыли. Нам не хватало этого. Там хочется хорошее, чистое, большое помещение, грамотно учить сотрудники. Но готовы помочь по любым вопросам. Еще одна локация – Дом культуры Брехова. Это центр притяжения для жителей микрорайона. Для всех желающих здесь работают различные творческие кружки, спортивные секции. На регулярной основе здесь занимаются около 500 детей. На базе нашего центра организуются различные клубные формирования по совершенно разным направлениям для разных возрастов. У нас занимаются как маленькие детки, как и подростки. Активно участвуем в проекте «Активное долголетие». Жители попросили Дмитрия Волошина модернизировать входную группу, дополнительно осветить территорию. Также предложили обустроить сцену. По сцене понял. Свет этот даже не обсуждается, а сцена. Подумаем тогда, как сделать. Хорошо. Далее комиссия посетила детский сад. Дмитрий Волошин пообщался с представителями родительской общественности и с руководством учебного заведения. Основные проблемы как в дошкольном отделении, так и в школе – это, конечно же, переполненность и школы, и детского сада. Вопросы ремонта школы обсуждали. Отдельные вопросы по детскому саду. Работы с застройщиком, поскольку детский сад у нас находится еще на гарантии. Вопросы, связанные с заполненностью учебных заведений, планируется решить уже в ближайшее время. При поддержке губернатора Андрея Воробьева в 2023 и 2024 годах планируется открыть два детских сада на 540 малышей. Также руководство учебного заведения попросило главу «Химок» посодействовать в ремонте чаши бассейна. Не переживайте, мы решим, бассейн запустим, отремонтируем. Это будет очень быстро. Не обошлись стороной общественные пространства. Вместе с жителями обсудили дальнейшую судьбу детской площадки, расположенной во дворе многоквартирных домов в школьном микрорайоне. Хотелось бы уже эти две площадки, может быть, на следующий год заменить, потому что уже старые некоторые элементы, конечно, уже есть и поломанные. Монтируют точно, и люди говорят, мы понимаем, слышим. Поселение Кутузовское вместе с Луневским в начале 2023 года стали частью городского округа Химки. По инициативе главы Дмитрия Волошина, первые выездные администрации этого сезона прошли именно на новых территориях. Это как раз очень удобная такая форма общения, но она, с другой стороны, и понятна людям. Людям сразу же говорят, да, вот здесь мы будем делать то-то, то-то и то-то. Потому что чем больше информации имеют наши жители и наши граждане, тем больше снимаются какие-то негативные моменты или раздражения. За шесть дней в микрорайоне более 200 жителей обратились с вопросами в сфере ЖКХ, благоустройства и транспортной инфраструктуры. Все обращения на контроле у специалистов администрации города. Ну а с 31 июля выездная администрация начала работу в Сходне Ферсановке по адресу улицы Микояна, строение 47. Прием жителей проходит ежедневно до субботы с 9 утра до 6 вечера. Кирилл Петухов, Дмитрий Бочаров, Алексей Юртаев. Новости Химки ТВ.